Перед увеками уборочной кампании 2021 года стали комбайнеры Алексей Балачи, Евгений Деркач, Иван Софин, Алексей Чунин и председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос-Колхоз» Сергей Метель. По поголовью коров молочного направления Татарский район стабильно занимает второе место в области. Что касается производства и реализации молока, то мы входим в пятерку сильнейших районов региона. Май и июнь 2021 года выдались неблагоприятно. Жара и своевременные осадки, за чего в районе сложилась неблагоприятная обстановка и на посевах наблюдалось угнетение всходов, а местами их выгорали. Но благодаря внедрению новых технологий, грамотному внесению минеральных удобрений, для этих целей большая часть хозяйств провели агротехнические обследования сельхозугодий, удалось достичь существенного роста производства растеневодства. По итогам соревнования среди сельскохозяйственных организаций победителями были признаны следующие коллективы – СПК «Колос-Колхоз», ООО «Колосок» и СХПК «Колхоз имени Ленина». Переходящие кубки Татарского района на постоянное хранение были вручены комбайнерам Алексею Чиунину и Евгению Деркачу. Положительную роль в развитии сельского хозяйства района сыграла и государственная поддержка в виде субсидий. Всего на эти цели сельхозтоваропроизводителями было получено 124 миллиона рублей. Поддержка осуществлялась по 17 направлениям. Хочу сказать вам, что Новосибирская область в текущем году выполнила все поставленные задачи правительством Российской Федерации по производству молока, мяса и зерна. В этом есть и большая заслуга сельхозтоваропроизводителей Татарского района. Вы ежегодно добиваетесь значительных успехов в объемах производства продукции сельского хозяйства. Ежегодно мы видим динамичное развитие как отрасли растеневодства, так и отрасли животноводства. Ежегодно сельхозпредприятия района продолжают обновлять свои автопарки дорогостоящей современной техникой. Это тракторы и комбайны не только зарубежного, но и отечественного производства. Всего аграрии закупили 57 единиц новой техники на сумму более 200 миллионов рублей. В колхозе Дмитриевский имеется кормоуборочный комбайн Полесье. Такой техники нет ни в одном хозяйстве района. Это первый комбайн, который выпустила Беларусь, универсальный. Он косит зерно, заготавливаем на нем зеленую массу и переоборудуется под зерновые. Сам комбайн новый, а вот это все остальное навесное оборудование восстанавливали и запустили его, чтобы он работал в поле. Также на торжественном собрании отметили крестьянские фермерские хозяйства, которые добились наилучших результатов на уборке урожая. По итогам деятельности животноводов района за летний пастбищный период, три колхоза были признаны победителями и награждены почетными грамотами главы района.